привет всем вы на канале andro news и знаете что мне сейчас в руках у меня в руках сейчас свеженькие новенькие galaxy s 9 и galaxy s 9 plus знаете почему я решил записать на них обзор на потому что я пользовался galaxy s 8 моя жена пользовалась galaxy s 8 посмотрите что с ним случилось и напал 6 этажа на рубероидную в общем-то плитка и остался жив это не то чтобы рекламирую galaxy просто мой интерес к ним все-таки есть плюс нужно помнить что они немножечко перевернули в некотором роде история взяли и породили тот самый тренд на вытянутые экраны 18 с половиной к девяти соотношения сторон да я знаю что там был lg g6 еще но тем не менее после того как именно samsung это сделали все начали равняться на ней китайцы начали выпускать свои смартфоны но вы знаете я по поводу этих смартфонов двух новинок настроен немножечко стихоптически почему потому что я считаю что потому что я попользовался galaxy s 8 приблизительно полгода после этого начал меня лагать и на принципе к нему вопросы оставались самый главный минус на мой взгляд это время автономной работы и я считаю что galaxy s 9 это все-таки будет работа над ошибками нежели какой-то кардинально новый смартфон давайте ка поглядим в реале какой этот смартфон во всяком случае я выскажу свое первое впечатление о нем но перед этим я вас хочу попросить друзья пожалуйста поддержите нашего рекламодателя это тот самый рекламодатель про которого я говорил в своем видео в минус на первом дне поэтому пожалуйста держите руки ничего тяжелого делать не нужно просто просто поддержите ну что ты идешь самолет ждет сейчас погоди их тут разнесу кого их ну кого кого американцев я викинг понимаешь нас уже 20 миллионов голодных и жаждающих золота вступай в наши ряды мы тут рубимся страна на страну твой самолет подождет и мвц тоже понял слушай но это же выставка мвц и мы так долго готовились к ней подписчики ждут а ты знаешь что одним из основных спонсоров нашей поездки на выставку мвц является игра викинги если бы не они мы могли бы вообще не полететь на это грандиозное мероприятие поэтому идем по ссылке в описании и качаем игру хорошо хорошо оооо тебе от меня еще перелетит 200 голды и щит для того чтобы тебе было легче начинать играть ооо респект викингам поднятия горя мы плывем на м в ц также хочу вам сказать что сразу после этого видео стартует розыгрыш galaxy s 9 plus поэтому у нас все честно розыгрыш будет в прямом эфире вся детальная информация будет в описании под этим роликом друзья первое с чем я хочу ознакомить это с внешним видом этих двух смартфонов вот правой руке у меня galaxy s 9 в левой руке мне galaxy s 9 plus и как видите особо не отличается дизайном если сравнивать допустим с galaxy s 8 дружище про буддисты мне сейчас нужен давайте посмотрим пока что на заднюю сторону мы все помним вот эту проблему в galaxy s 8 когда мы пальцем касались стекла который защищает объектив из-за этого у нас время был скажем так залапано залапало стекло и фотографии получались смутными сейчас samsung сделали некую работу над ошибками переместили сканер ниже объектива то есть и теперь не могу сказать что стало намного удобнее потому что скажем так и нужно немного немножечко вниз ладонь ведь отодвигать для того чтобы попасть на сканер не могу сказать что самое удачное решение тем не менее мы его видели уже китайских клонах от блубу вот в любом случае это лучше если бы он располагался допустим как прошлой модели вот посмотрим на внешний вид целом я думаю что не отличается правая боковая сторона также особо не отличается видим что смартфон даже не стал компактнее по габаритам они полностью идентичны вот что касается нижнего торца у нас мультимедийный динамик немножечко переграли вот если не ошибаюсь да нет толщина у них осталось одинаково юсб тайп сейсб тайп си три с половиной миллиметров миллиметровый джек вот что касается левой боковой грани здесь также все осталось без изменений верхний торец также нас остался без изменений но что поменяли в galaxy s 9 здесь установили два динамика так понимаю что разговорный спикер играет роль второго мультимедийного динамики они здесь у нас получается стерео звук от а к г и в принципе в принципе я вам так могу сказать что это наверное большой шаг и в правильном направлении потому что многие критиковали samsung за их стоимость и даже не стерео звука теперь собственно говоря этого этого минуса не будет айпи 68 класс защиты то есть такой же самый как и в galaxy s 8 ну а что касается galaxy s 9 плюс мы видим что появился второй модуль то есть нас будет так называемая паке вот по датчикам у нас полностью без изменений диафрагма вы сами знаете что она стала 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 двойной то есть есть два варианта либо f1 и 5 либо f2 и 4 с нас также баке появится и это я еще продемонстрирую в этом видосике вот что касается экранов у нас диагональ дисплея версии galaxy s 9 плюс составляет 6 и 2 дюйма разрешение вот hd плюс что касается версии galaxy s 9 здесь 5 и 8 дюймов с таким же разрешением то есть для того чтобы улучшить энергопотребление можно поставить full hd плюс по экранам по матрицам это все тот же amoled я не знаю ушали не что-то или нет вот возьмем сейчас мой старый убитый galaxy s 9 и посмотрим дружище я думаю ты уже пробудился сейчас мы тебя включим ну как то в общем то вот так вот первый взгляд мы ничего не скажем есть что к интерфейс и пенот максимальную яркость стульм давайте я в принципе согласен со всем что ты мне говоришь максимальная яркость тут тяжело что сказать потому что здесь ветеран так двигаемся дальше на мой взгляд одна из проблем galaxy s 8 это был интерфейс и многие говорили в сети что интерфейс в galaxy s 9 могут переиграть на самом деле это тот же samsung experience я не уверен то что спустя некоторое время он не будет лагать что касается камер давайте разберемся немножечко поподробнее у меня сейчас рука galaxy s 9 плюс именно в этом смартфоне две камеры и они принципе продвинутые вот появился у нас оптический двойной зум куда же без анимоджи я не знаю то есть эту фишку нам демонстрировали на протяжении всей презентации я честно сказать не знаю начали нужно сфотографировать насколько я знаю а посмотрите анимоджи не знаю на самом деле я вижу что можно фотографировать свое лицо как-то настроить получается модели рабочие вот и в целом это все дело должно работать вместе с перед своими экранами виде как это все выглядит и на мой взгляд пока что анимоджи у apple реализованы намного интереснее возможно samsung это все дело добилет со временем но пока что у меня в общем-то особого восторга это все дело не вызывает анимоджи на мой взгляд пока что работает криво еще одна фишка камеры на которую мы просто не можем не обратить внимание это супер слоумо есть возможность записывать замедленную съемку с частотой 960 кадров в секунду но при этом конечно максимальное разрешение будет у нас hd мы видим что супер слоумо работает только в эти разрешения full hd 480 кадров в секунду фронтальная камера нас получила сенсор на 8 мегапикселей с максимальным значением опературы f1 и 7 о режим full view эй заяц нет я думаю что этот парень мне вообще подойдет на самом деле я считал всегда эти анимоджи ненужной штукой и тем не менее и тем не менее короче пока что на apple действительно работает анимоджи как-то поинтереснее здесь подтормаживается эта тема но я ее проклинаю я проклинаю что вообще создали делать на ней все время акценты я считаю никчемный никчемный что касается аппарат на части давайте-ка зайдем и посмотрим на все это дело за работой этого смартфона отвечает новый процессор от samsung exynos 9810 смотрим легальную информацию я бы нелегальную тоже посмотрел если бы можно было статус сим-карт в базе смартфона работает под управлением операционной системы android версия 80 samsung experience 90 это у нас интерфейсик вот 4 гигабайта оперативной памяти в базе у нас в galaxy s 9 обыкновенном и в galaxy s 9 plus у нас 6 гигабайт оперативной памяти пока что производители обещают прирост производительности 30 процентов но учитывая то что видеоускорители снова от мали я не считаю что эти смартфоны будут игровыми и кого-то весомого скачка мы не увидим не мне больше всего хочется чтобы была заметна разница по энергоэффективности потому что если прошло galaxy s 8 плюс держал аккумулятор вполне нормально galaxy s 8 у galaxy s 8 в этом плане были проблемы если в этом направлении ситуация улучшится тогда можно будет самсунг выписать респектно пока что считаю что это все-таки работа над ошибками чего-то кардинально нового лично я не увидел да там биксби научилась калории показывать если какие-то небольшие сдвиги в правильном направлении но сказать что это что-то кардинально новое я не могу знаете какой факт меня удивляется что самсунг несмотря на то что тренды уже заставляет просто производители лишаться аудио джеков даже google которые троллили изначально apple за это новшество взяли и убрали аудио джек своем смартфоне а самсунг все-таки не сдается и всем новом поколении также вставляет аудио джек поэтому все те кто у кого имеется наушники с который работает через такой разъем а будут неимоверно части в на всяком случае мне докажется но теперь мы подошли к самому интересному моменту сколько производитель просит за galaxy s 9 плюс сейчас никто из представителей компании сообщает цены но я слышал что ценник на s 9 плюс будет около 1000 евро стоимости galaxy s 9 будет приблизительно 840 евро возможно они будут больше сейчас здесь актуальные цены появятся если на google инфу момент публикации данного ролика и мы должны понимать во всяком случае мои мысли сейчас таковы самый главный плюс в выходе этих смартфонов заключается в том что ценник на galaxy s 8 на и s 8 плюс должен сильно просесть потому что каких-то таких чудовищных изменений лично я не заметил еще раз напоминаю о том что прямо после этого видео вы можете перейти к нашему следующему ролику где мы разыгрываем galaxy s 9 плюс там будет всего-навсего три простых условия поэтому если вам понравился этот флагман тем более его можно действительно получить на шару спешим в описании под этим видео а сейчас все что могу вам сказать и постараюсь добыть этот смартфон как можно раньше для того чтобы его детально протестировать сейчас сожалению такой возможности нет подписывайтесь на наш канал в телеграме подписывайтесь на наш канал на наши подписывайтесь на мою страницу в инстаграме и да прибудет с вами android пока пока